в ожидании чуда у нас мартюш так ждет когда кристина с ним гулять пойдет хвостом ой блин девчонки не могу я ржу сегодня целый день над этим комментарием и обещая не буду говорить про него но просто смеюсь помыла перемола посуду всю наконец-то помыла грибы сейчас чайку налью и будем с вами кайфовать а я вам не показала вот только на заставку вам поставила же сейчас покажу кайф скажите представляете целое пятилитровое ведро лежит на подносе я офигею ну блин вот этих еще засранцев надо умудриться найти да между прочим такие же есть ложные вот это я вы никогда не замечали что я его срываю и нажимаю на шляпку блин скользит я их только вымыла вот зачем я это делаю потому что не ложный он синеет усинеет темнеет а ложный он делается шляпка розовая ну внутри блин такой шмачный гриб упал прямо туда под стол сейчас я вам новости расскажу сегодняшнего дня погодите помою красавчик среди какой прям целый гриб боровой правильно девчонки пишут что еще кем-то там учеными реки не доказано какому роду он относится ну какому бы роду он не относился до для нас он будет польский гриб всегда между прочим то что он польский я узнала только в этом году от вас до этого я их просто читала белыми маленькими грибами вот как то так сейчас возьмем два противень сушильных как лампочка светит прям лучи солнце нет как там эльф-мэльф как там короче круг над головой у меня видите или не видите как как он называется ее мою блин ну короче вот такой вот круг у святых людей то я не считаю конечно себя кроду святых людей я просто шучу поэтому уж поймите меня правильно ну лучше то был лучше лучше солнце пить хочу девчата вода холодная чай хрен дождешься такой газ у нас плохой последнее время чайник поставишь и он так долго блин закипает это караул какой так берем мою любимую грибную доску ее пора бы поменять уже я пью еще эти таблетки и не пойму от каких таблеток у меня сушит во рту то ли от обезболивающих которые от головной боли next или как они до next мне кажется от них сушит во рту прям вообще весь рот стягивает зато голова проходит и состояние такое прям знаете бодрячком делается у меня все что осталось чуть-чуть шмыгаю носом вот но это совсем малость сейчас воду солью погодите воду сливала со сказочного рая ой куда это у вас там вы вы у меня куда там направились то ой сейчас будем сейчас я вас поставлю подальше ой одни мои губы красивые видно ой далее вам видно какой у меня вот тут синяк не знаю видно нет это таскаю грибы на руке синяк ну ведро с грибами далее как я усердно и много набираю что же синяки делаются у меня синяки вылазит если вот так удариться или еще что-то на третий день не раньше как у нормальных людей на тут же вылазит у меня такого нет чайник закипел я уже чай не хочу уже хочу наслаждаться этой красотой мне интересно много червивых потому что бывает ножка чистая а а остальное червивая чё оставим беляши напоследок червивые они или нет да да смотрите польские какие все разные вот это все польский гриб где еще есть вот этот мне не нравится он не синеет точно говорю что не нравится горчушка девчата вот смотрите прям вот вам наглядный пример сейчас покажу сейчас вот в этом я хорошо разбираюсь видите польский настоящий у него посинело вот здесь нажмешь когда пальцем оно синеет а вот этот видите оно вам отдает каким-то черным цветом на самом деле она порозовела покоричневела как как-то так горчушка очень похож на польский гриб у нас их называют поганками вот несъедобным грибом короче конечно я его готовить не буду а вы говорите а вы говорите я у вас не у меха еще какая у меха но скажу вам по секрету это мне муж рассказал поэтому я всегда на них нажимаю на шляпку если шляпка синеет значит это хороший гриб а если нет значит нет видите не синеет оставлю мужу покажу тоже не синеет а три гриба вот они как-то мне сразу не понравились когда я их срывала говорю проверю дома так пока режем эти остальные проверим потом а те пусть лежат посинеют или нет чистенький и варт вот на язык возьмешь прям горько съедобный гриб горько не будет но она не смертельно не опасно я надеюсь но я знаю что так проверяют тоже грибы на язык вот этот видите сразу посинел эти синенький а эти нет эти порозовели вот такая я у вас умница разумница что же я вам хотела рассказать то я из леса уже уехала к дому подъезжаю а муж ехал у меня с работы и заехал оказывается в лес он знал где я нахожусь но он всегда знает какой лес я еду это нас на тот случай если вдруг я не вернусь и как она там га локация еще чего-то в телефоне у меня включено на обоих телефонах у меня два телефона с собой вот четвертый и он проехал до того места до куда можно там ехать меня нету и звонит ты где я груг дома подъезжаю он приезжает и говорит ты когда в лесу была стрельбу слышала ну потому что он туда приехал решил походить ничего не нашел вообще ничего ну как там может что-то найти там же я была и еще были люди вот я гры слышала а лай собак слышала я гры слышала и чё дальше собирала грача бояться я во первых была защитой так червивый один один опять розовый как горчит на языке и вот такую горчушку в еду положить перепутать до грит и у вас все горчить будет испортите все блин блюдо они вам похоже как братья-близнецы блин не как братья как братья-близнецы похож чистый я чай вам то не показываю чистый короче он у меня остался там походить и говорит слышу собаки все ближе 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 гавкают голову горит поворачиваю бежит лосиха но он понял что это лосиха потому что с ней было два маленьких лосенка вот собаки гнали охотничий лосиху я хоть их ну и боюсь я им крючу они убежали он говорит ну пока я их видел говорит глазами собаки их не догнали ну будет все равно догонят девчонки так жалко представляете мамка детки блин очень жалко игру хоть бы они убежали блин зачем разрешен этот сезон охоты не понимаю вот говорит все равно кто-то из них живой останется потому что мать пусть это собаки она не даст своих детей в обиду она за они загрызут быстрее горит ее чем детей пока они будут разделываться грит с ней дети смогут убежать игра если у них еще ума не хватает бежать и чё а я лазила там сегодня опять неподалеку вот это болото где я собираю мох и я же говорила по моему вам вчера что там тропа лосиная в этом болоте вот и муж их там видел они бежали по своей тропе и чё вот интересно это самая ножка червивая а шляпка нет ну вот хозяина рядом нету собаки и лоси они же бегут быстрее чем хозяин фу да собаки оси бегут быстрее чем хозяин правильно сказал ну догонят собаки лося ну загрызут они его да там или чё чё они там сделают не знаю и и чё он останется там лежать как хозяин их найдет то ведь собака и лось могут и не по по непролазным наверное лесам ходить а человек то не может ну ведь я так думаю я не знаю как потом хозяин найдет эту добычу интересно мне знать вам интересно если кто-то знает напишите мне очень интересно и очень жалко я понимаю что они могут вред принести человеку лоси да мне очень жалко я сегодня лазила с пупукалкой кто понял тот понял хотя бы воздух шмальнуть чтобы они убежали ну газовым и там есть газовые есть холостой меня 1 холостой 2 газовый как-то так чем целый противень получился так что я только уехала там лосишки бегали это кусочек от белого гриба не жалко девчата я не знаю вы готовы вы готовы посмотреть чистый он или нет сначала я а потом вы он чистый красота красота он конечно такой уже мягенький еще бы денек полежал и все кирдык ему был бы в лесу как я его вовремя нашла почти что два гриба и противень лоси вообще быстрее бегают чем собаки мне интересно что-то я у мужа не спросил он мне рассказал пообедал кстати ему рыжики соленые тоже не понравились он даже его не смог проглотить если я пару штук съела а он так меня 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 мы бегом к ведру и выплюнул и потом полоскал рот вот настолько ему не понравилось я же вам говорю мы не едим соленые грибы поэтому все вот эти горчушки марчушки это не для нас мы едим сушеные свежие а это нет это не это не наша не знаю почему бывает очень редко я могу захотеть соленых грибов я муж никогда не захочет маринованных я вам куплю в магазине или у знакомых баночку съем и все и нога чистая хоть бы они не догнали лосей да но мы с вами об этом не узнаем а интересно долго сезон охоты длится представляете как раз вот стреляют оттуда где мы ходили с вами я еще говорю от моего леса до того леса ну вот пройти надо какой-то жуткий лес и потом там красивые развилки где трактор ездит я вам говорила вот они оттуда бежали вот они оттуда бежали и там как раз вот такая тропа и там квадроцикл ездил наверное вот этот квадроцикл то и был охотник мальчишка но он наверное один был наверное кто-нибудь еще был где-то они наверное охотники на квадроциклах и ездят что я тогда у него не спросил куда эта дорога выходит очень интересно просто в какую деревню в какую-то деревню но я никогда не видела чтобы вы готовы чтобы из деревни была такая хорошая дорога куда-то в лес белоснежный вообще девчат как они пахнут обалденно если бы вы только знали прям яблочко дочь говорит лесом пахнут я их помыла я их мою как я их просто вот беру за ножку да и вот так под кран и шляпку от песка споласку она вот уже сухая все то есть я их не мочу прям сильно а просто чтобы не было такого основного песка сверху то потом сушеные все равно их сложней будет отмочить от песка двигаю чтобы все уместились и вообще на я так думаю что в сезон охота люди не должны ходить в лес вот представляете пуля прилетит или охотники стреляют глубоко в лесу где люди простые не ходят ну вот я например хотела бы в те леса сходить не хотела бы а хотела а услышала оттуда выстрелы стрельбу и не пошла туда представляете пуля прилетит тебе куда-нибудь и охотники даже и знать не будут что они тебя застрелили ну это я так думаю или отрикошетит сколько было случаев на охоте что-нибудь случалось нечаянно вот два противенька а эти так и не посинели видите коричневая не синяя коричневая и они горчат так что будьте осторожны с такими грибами вот вам и красавцы плотные боровички ну похоже на боровичков да такие шляпки темные о сколько притащила несъедобных грибов поэтому всегда сижу дома и перебираю их по отдельности каждый и на них смотрю и еще раз тыкаю у них даже вот сама сама вот это я не знаю как она называется обратная сторона то это да она даже другим цветом вот так с виду посмотришь польский гриб и польский гриб и фиг скажешь что это не польский белый вот так мои хорошие сейчас принесу сушилку опять эту громадину свою вы побалдели со мной я очень люблю разбирать грибы белые вот в общем те которые надо сушить а которые надо по три дня вымачивать отмачивать я вообще такие не люблю девчата это не мое нет у меня даже и папа раньше никогда такие грибы не собирал горько во рту на языке вот все мои хорошие чё думаю теперь вы не соскучитесь за мной до завтра завтра дай бог для вас хоть одно видео выложить там кстати мы ходили с мужем на склад вот он два обоя покупал разных ну не такой обои да не бумажный квадрат квадратиками вот и один понравился хорошо сел туда куда мы хотели но я покажу вам вот а второй оказался тоньше а мы первый раз им пользовались и ну не рассчитали не мы не те кто продает не подсказали вот в общем не подходит один обои один подошел один не подходит будем заказывать другой туда а то тобой поклеим дома и в туалете дома и на складе в туалете ну он тоненький просто он такой тоненький прямо просвечивает белый и материал у него такой знаете как он самоклеющий там снимаешь сзади фигню и приклеиваешь этот пласт на ощупь на ощупь он какой-то как прорезиновый как короче не могу вам объяснить я знаю что он моется и все такое прочее хорошо ну вот этот светлый один белый купили чтоб там светло было плохой тонкий очень вот тот который потемнее но вы сейчас не понимаете о чем я говорю потом увидите поймете светлые тоненькие а тот темненькие квадратики квадратиками кирпичиками он прямо это толстый ладно я вам завтра все покажу мои хорошие да вот так что не скучайте не грустите пишите пишите все что ответьте мне на мои вопросы на которые которые я вам задала мне очень интересно и будьте осторожней с польскими этот был польский гриб но с червячками а вот этот тоже не настоящий так что вот мои хорошенькие все я вам вроде рассказал вроде да но лосиху мне с лосятом жалко все равно ужасно вот ну все грибы мы с вами сейчас я точнее без вас поставлю и завтра они уже будут сухие кстати у меня грибов уже две сумки вот сумочка маленькая и рядом большая обе целые вот все мои хорошие всех люблю всех целую всем пока пока не забывайте подписаться на мой канал если вы не подписаны и не забывайте поставить пальчик вверх или вниз без разницы чего вот написать свой комментарий хороший или плохой хороший оставлю плохой удалю в первый раз удалю просто комментарии второй раз занесу в черный список вот нечего тут нам писать гадости если чё а чё одел меня Мартюша с дочью они уже ушли что ли нет они ещё дома сидят Мартюша смиренно ждёт Кристину не так что она заряжает телефон Мартюш ты ждёшь да гулять а всё уже не можешь больше ждать ждать сдать взял и гав голос дай голос сядь сядь Мартюш сядь погладь говорит меня сначала всё не буду его заставлять гавкать а то ещё забанят ютуб не пропустит видео всё мои хорошие всем пока пока всех люблю всех целую будьте добрее определён я в